Все сегодняшние школьники когда-то станут пенсионерами. Сами учащиеся пока не задумываются над этим вопросом, ведь старость – это кажется так далеко. Заботиться о своем будущем необходимо заранее, считает государство, чтобы спустя много лет не возникло сложностей. Уже не за горами то время, когда ученики займут рабочие места. Вот тогда им пригодятся знания, полученные на этом уроке, говорит замначальник управления пенсионного фонда в городе Уварово Алия Курамшина. «Расскажем, как важно в будущем иметь белую зарплату, от этого будет зависеть размер их благосостояния». Существует правило создания трудовой биографии, дающие право на государственное пенсионное обеспечение с ее первого дня, рассказывает старшеклассникам специалист. А еще о том, какие факторы могут повлиять на размер будущей пенсии. Надо сказать, что занятия не проходят даром. Слушатели сразу же усваивают материал. Например, мы узнали то, что стаж работы, который входит в тот возраст людей, которые не достигли 18 лет, он тоже входит и далее нам пригодится. Если ты, конечно, работал официально. Также мы поняли то, что работать неофициально нежелательно. Это не будет входить ни в какой стаж работы, и далее пенсию нам не выдадут. Ну, что еще? Еще хотелось бы сказать, что хорошо, что нам эти уроки преподают заранее, чтобы не совершать в будущем ошибок, чтобы не оступиться. И, так сказать, заботимся о своем будущем именно сейчас. Также воспитанники кадетского корпуса познакомились с организацией работы Пенсионного фонда России и возможностями получения услуг ПФР в электронном виде. Сегодня в распоряжении будущих пенсионеров есть удобные и современные инструменты для надформирования своей пенсии. Можно зарегистрироваться на портале госуслуг и заходить в личный кабинет гражданина Российской Федерации. В ходе мероприятия можно было получить ответы на важные вопросы. Что такое СНИЛС и страховые взносы? Какой стаж необходим для назначения пенсии? И многие другие. Представители Пенсионного фонда еще не раз посетят образовательные организации. Просветительский проект по формированию молодого поколения пенсионной культуры и ответственного отношения к своей будущей пенсии продлится до конца 2019 года. Ирина Мерзлякова, Александр Трегубов, НашГород.